Уважаемые жители Тарасской области, в реале сегодняшнего дня, продолжающая инфекция, просто ждать меня повторно обратиться к каждому жителю нашего региона. В условиях пандемии, в условиях мировой пандемии, в условиях развивающейся эпидемии, я хочу обратиться в первую очередь своим коллегам, к врачам, с которым я проработал долгие годы бок о бок. Особенность ситуации состоит в том, что при данной эпидемии заражается огромная масса людей. И врачи просто не в состоянии одномоментно уделить внимание каждому. Но никакой паники быть не должно. Мы научились бороться с этой инфекцией. Мы понимаем ее принципы, ее взаимодействие. Мы научились выдерживать главное так, чтобы не потерять здоровье, не потерять ни одну жизнь, дифференцируя свой подход и тактику. Уважаемые главные врачи, в силу своей специфики, вы должны сохранять спокойствие и выдержку. Но сегодня я прошу вас, оставьте это спокойствие и выдержку в своих семьях. А здесь 24 часа в сутки должны быть во всей оружии. Ориентируйтесь на месте, конкретно по ситуации. У вас должны лежать списки всех больных на столе, которые вы сегодня не смогли дифференцировать. И когда вы дойдете до последнего, только с этого момента вы можете пойти домой отдохнуть. Это относится и к поставленному диагнозу. Это относится к неустановленному ПЦР. Вы прекрасно знаете, что мы можем применять различные методики, как моноферментный анализ. Но человек, который ждет от вас помощи, не должен остаться без таковой. Сегодня труд врача – это поистине героический труд, связанный с риском для жизни. При этом медики – мы все тоже живые люди, которые не могут объять необъятные, нуждаются в помощи, чтобы работать в эффективное качество. Давайте поможем мы, администраторы, ваши заместители, весь наш аппарат, поможем этим медикам. Они тоже болеют. Особое внимание просьба уделить таким категориям, таким семьям, вплоть до личной помощи. От имени всех медицинских работников я также обращаюсь к жителям области, депутатскому корпусу, органам власти всех уровней, общественной организации. Мы принимаем любую помощь информационного, организационного порядка. Прошу вас помочь обеспечить контроль за наличием лекарств в аптеках, за их ценами, наличие их на ФАПах, создать условия для разобщения потоков пациентов в поликлиниках, рассмотреть возможность предоставления возможных дополнительных помещений для обогрева, чтобы люди не мёрзли, когда наступит зимний период, организовать дополнительные входы в здания, а главное врачам привлечь волонтёров, на братьях, обучить, чтобы люди не стояли в коридорах, не инфицировались и не получали дополнительные заболевания к тому, что они уже имеют. Нужно беречь их здоровье. Для оперативного решения вопросов в эстетальном аккаунте Минздрава опубликованы контакты мобильной телефона главных врачей. Особо хочу обратиться к вам. Пожалуйста, отвечайте на все вопросы населения, как в электронном виде, так и устно. Потому что только так мы можем остановить эту инфекцию, обобщив наши знания, рассказав людям их действия, которые они должны предпринимать в том или ином случае. В каждом конкретном учреждении, в каждом муниципальном районе своя особая ситуация, своя логистика движения пациентов. Поэтому я обращаюсь ко всем. Мы отвечаем за жизнь и здоровье каждого человека. И это наша общая ответственность. Мы готовы обручить добровольцев, которые смогут помочь в доставке лекарств на дом, в организации дополнительных горячих линий. Работникам скорой медицинской помощи сегодня особенно тяжело. Они круглосуточно слезят за вызовами, не жалея себя. Да, сегодня мы имеем достаточное количество машин скорой помощи, но, к сожалению, имеется дефицит сотрудников, который и создает столь напряженную ситуацию. Но этот дефицит возник. Не по нагрузке. В 5-6 раз увеличилось количество вызовов. Уважайте труд. Отнеситесь к пониманию человеческому фактору, который, конечно, имеет место. Поверьте, они делают все возможное и невозможное для того, чтобы прибыть вовремя и оказать эту помощь. Со всей ответственностью заявляю, что ЦАНАР работает по современным стандартам и на современном обороне. В учреждениях имеется достаточно лекарственных препаратов посредствия дизуальной защиты. И главный результат проделанной работы – число выписываемых пациентов, которые достигают до 300 человек. Это те тяжелые пациенты, которые привозили в крайне тяжелом состоянии, они выписываются и уходят домой. И это заслуга врачей. Мне не позволю в адрес людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью, своим здоровьем, никаких оскорблений. Но это и есть чиновники. Поэтому готов принять любую критику на свой счет и стараться исправить ее. По результатам будет видно. Страшно подумать, но сегодня в случае нападения на медицинских работников уже вошли в привычку. Не так давно пострадал фельдшер скорой медицинской помощи Горды Энгельса. И вот буквально вчера еще одно нападение на врача у третьей поликлиники Энгельса не укладывается в голове. Как такое может иметь неуважение принадлежительное отношение к тем, кто спасает нашу жизнь? Я буду данную ситуацию контролировать лично. Безусловно, вся помощь медицинская, психологическая нашему врачу будет оказана. Мероприятие предпринимательского фонда продолжается. Мы развернули 3,5 тысячи коек, учреждения, которые не просто койки, а окупаются аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы. Да, следует признать, что в настоящее время в лабораторном зрении полностью отсутствовали компьютерные томографы. Это наше упущение. Но ситуация исправлена благодаря нашему правительству и решениям. В ближайшее время медицинской организации поступает 10 компьютерных томографов, 3 магнитно-резонансных томографа. Они будут установлены для наших жителей. Мы благодарны правительству области, федеральному центру за оказанную помощь, лично Вячеславу Викторовичу Володину, который вовремя сумел переоснастить наш парк автомобилей, и теперь эти линии мобилей буквально работают на всю область, спасая жизни. Да, сегодня мы не имеем возможности госпитализировать всех больных, а только тяжелых и средне-тяжелой степени. Но не бойтесь лечиться дома. Это только надо делать правильно, под руководством врача, который распишет схему лечения. В аптеках периодически пропадают те или иные лекарственные приспораты, но это искусственный дефицит создается за счет приобретения лекарств прок на всякий случай. Не надо этого делать, тем более антибиотикотерапия не является ведущим методом лечения этой инфекции. Уважаемые главные врачи и коллеги, развитие ситуации во многом зависит от организации вашей работы на местах. Возьмите за правило начинать рабочий день и заканчивайте с личных обходов всех своих структурных подразделений, особенно там, где идет прием больных. Сегодня не должно быть фраз «Не мой больной», «Не мой адрес». Сохранение здоровья каждого жителя области это наша общая задача. Поэтому реакция на любое обращение, на любой вызов должна быть молниеносной, а дальше только конкретные меры по оказанию медицинской помощи. Дифференциация выбора по оказанию помощи, тактика, вы это все знаете, вы этому обучены. Я хотел бы обратиться ко всем представителям средств массовой информации. Борьба с коронавирусной инфекцией требует от врачей невоверных условий и самых решительных действий. Известно, конечно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Безусловно, у нас есть ошибки, есть промахи, есть чисто человеческий фактор, но мы над ним работаем. Никто не может нас упрекнуть без действия. Ежедневно на социальных сетях, на страницах изданий публикуются материалы, ну, в том числе, часто негативного характера. Скорый ехал долго, в стонар попасть нельзя. Может быть, стоит хоть раз сказать о том, что хорошего, сколько труда пота, слез стоит каждая спасенная жизнь. Я предложу осветить хотя бы одно дежурство в поликлинике, одно дежурство на скорой помощи или дежурство врача в стационаре. И вы увидите, что врачи – это просто люди со своими слабостями, своими проблемами. Они тоже болеют, даже умирают. Но ни в секунду не забывают о пациентах. И о каждом из вас. Так протянили же вы им руку помощи сейчас. Просто поддержите добрым словом. На сегодняшний день я прикладываю максимум усилий для того, чтобы как можно побыстрее выздороветь и побороть эту инфекцию, стать в строй с профессиональным сообществом, чтобы продолжить работу по этой инфекции на своем рабочем месте. Спасибо.